Хей ребят, это третий влог с нашего отдыха в Египте. Если ты не видел два предыдущих, то тебе лучше перейти по ссылочке в описании в плейлист и посмотреть сначала. Хей ребят, всем привет. Вика выбрала вот такую локацию для фотосессии. Давайте попробуем что-то здесь делать, организовать. Какая птичка. Смотрите какая птичка. Надеюсь вам ее видно. А вот это птица такая. Прикольная, красивая. Полосатая. Пофотографировались, как тебе? Ну получилось круто я считаю, прям офигенно. Я тоже так думаю, только я еще фотки сегодня не видел. Не использовал вот этот объектив вообще, только пока на полтосик фоткаю. Выбираю камеру, идем пить кофе. Записывает сториз. Вот то, что она говорит, вы бы слышали, если бы были подписаны на ее инстаграм. Ссылка в описании. Сегодня сидим вот в этом месте. Красиво. Набрали какие-то непонятные вкусняшки. Фрукты. И конечно же мясная тарелочка. Пойду покажу, что там еще есть для всех, чтобы всем было понятно. Красиво. Вот столько здесь разных вкусняшек красивых. Еще есть вот такие вот вкусняшки. Столько много разных молочных продуктов, йогуртов. Там здесь есть печеньки, макарончики, мармеладки. Здесь можно налить вино, кофе. Мы здесь обычно заказываем кофе. Картошка жареная. Вот это вот котлетки из фаллафеля. Они, кстати, очень вкусные. И овощи. Я не знаю, что это такое, поэтому сниму название. А потом, как оно выглядит. И конечно же картофельное пюре. Здесь стенд с овощами. Как же я мог пропустить сыры? Здесь их очень много. Ну и конечно же стенд с фруктами. Можно попросить фруктовый салатик. Знаете, какая здесь тема? То есть с днем жара, надо включать кондиционер, чтобы в номере не было душно. И когда ты засыпаешь, там тоже жарко и без него не уснешь. Ночью номер охлаждается, работает кондиционер. И тем самым утром просыпаешься и в номере холодно. Надо включать более теплые температуры, чтобы согреться. И мне кажется, вот от этого мы немного простудились. Я предлагаю вам такой челлендж. Делайте скриншоты с нашего первого дня и с последнего. И сравнивайте, сколько килограмм мы набрали. Я думала, ты будешь смотреть, сколько мы загорели. Нет, это не так интересно. Удивляемся тому, какие автобусы тут катаются. Бензиновый большущий автобус. Просто гигантский по территории отеля. Смотрите, дорожки-то узенькие. Еще, кстати, по поводу автобусов и багганов, они не электро. Бензиновые, бензиновые. Да, они бензиновые. И воняют, когда проезжают. Да, еще не предлагают подвезти. Не предлагают абсолютно. Я расстрою, но на самом деле нет. Походим побольше. Хоть немножечко наш челлендж не будет таким явным. Вика отказывается идти купаться. Стоит, тут ржет что-то. Псомнись. Что-то звуки странные. Это Бамблби приехал. Такой звонок был, когда мы завтракали, и сейчас снова. Какой-то пожар. И он сказал, что все типа нормально. Какое-то непонятное, что это. Короче, я Дениса долго уламывала пойти купаться. Он не шел, и сейчас он мне мстит. Говоря о том, что он такой быстренько сейчас пошел переоделся. Такой, типа, ты чего долго? Главное, он попросил, чтобы я его попшикала. Я его попшикала спреем от солнечной ночи. То есть я тебя абьюзю. А сейчас я как бы после него брызгаться собралась. А он такой, типа, а че ты стоишь? Сейчас в Инстаграм многие нас спрашивают про Элис и Баттерс. И вот нарезочка за последние полчаса. Видите, вот это желтое полотенце? Это наше полотенце. Там наш домик. А вот мы выходим сюда. Смотрите, здесь такой красивенький. Сколько паутины. Офигеть. Здесь, наверное, паук гигантский какой. Сейчас вам покажу. Смотри, сколько паутины. Сейчас найдем гигантского паука. Тут тоже паутины. Вон он, вон он. Ты на меня, что ли, показал? Нет, я думал, что ты испугаешься. Нет. Сейчас мы идем вот туда. Будем нырять. Покажем вам подводный мир. Сегодня море как-то ощущается по-другому. Вчера вода была прям до сюда, нет? Да, просто. Мы только что искупались. Наверное, вы видели эти прикольные кадры. Я уже посмотрел на GoPro. Они реально классные получились. Сейчас мы будем с Викой загорать. Выбрали крутятские лежачки. Вика пшикается, чтобы не стать красным раком. Надо тебя тоже папшикать, потому что, по-моему, она заканчивалась. Короче, проблема у Вики с маской. Она ей так сильно передавливает нос, что он у нее синий. Посмотри. Ну, у нее здесь, наверное, да? Да, но здесь уже прошло. А иначе она протекает. Короче, чересчур сильно, по-моему, давишь. Вот. Что, будешь меня пшикать? Да, давай. Только я сзади себя не попшикаю. Ребята, сейчас меня напшикуют, и я вернусь. Вика лежит на солнышке. Прогревается. А я в тенечке. Вика сейчас говорит, с напитками бы сходить. Я говорю, да, ребенка пора заводить. Да, Вик? Какая прикольная у меня прическа. Короче, мы полежали, позагорали. Вика тут хвастается, что у нее полоска появилась. Хорошо, что не две. Вот. И сейчас идем снова купаться. Блин, такие необычные ощущения каждый раз, когда идешь по этому штуке. А сейчас мы идем пить что-нибудь вкусненькое, да? Да, мне хочется пить. У меня, кстати, знаешь, что я заметила? Что? Оказывается, в воде, когда я плаваю, у меня очень сильное давление на шею. А мне на уши. Да? Да. То есть она прям аж глотку сдавливает и перехватывает от этого дыхание. Пришли в наше любимое местечко. Сейчас возьмем чем попить и покушать. Вики взяли картошку фри. Мне бургер. Отдельно попросил вот это все. Отдельно попросил соус. А так был опять сухой бургер. Короче, надо все реально просить. Ох, интересно, там убрались, нет? Давай сейчас посмотрим, как там убрались. Полотенце мешается. Ой, бродик. Ой, нет. Никто не убирался. Никто не убирался уже третий сутки в этой хате. Сейчас я вам расскажу прикольный случай, который был в кафешке, там, где были бургеры. Короче, ребят, до этого я вам показывал, как мы с Викой возле моря ели в кафешке бургеры и картошку фри. И в предыдущем влоге я вам показывал, что нам дали бургеры вообще без ничего. Без соуса, без ничего, просто сухой бургер. То есть для булки и котлета, без соуса, очень сухая штука. В этот раз я такой подхожу, он мне опять дает такую же сухой бургер. А рядом была женщина, она говорит, надо просить. Я такой, плеист. Он такой раз, соус, взякает и отдает мне. Она такая, проси помидоры. Я такой, еще помидор. Он так на меня посмотрел. Женщина говорит параллельно. Они говорят, здесь ничего не любят, типа, просто так давать. Я говорю, да, они только чаевые любят. Он услышал слово чаевые, повернулся такой радостный. Положил мне и болгарский перец, и огурчики, и помидорчики. И смотрит хитрый. Я забрал, сказал спасибо и ушел. И, знаешь, такая фишка, что вот так во всем. Типа, придет убираться человек, если мы успеем и дадим ему доллар, там, например, или 2 доллара, то на следующий день или через день человек, скорее всего, придет. Если мы не дадим чаевые, возможно, весь наш отдых к нам никто не придет убираться. А мне, знаете, какой прикол и непонятен, что мы, получается, въехали, конечно, ночью. Получается, мы вчера были здесь полный день, сегодня второй. И раз в два дня здесь должны убираться, типа, обычно же каждый день. А это раз в два дня из-за ковида, ладно, окей, мы совсем смирились. А тут второй день и никого нет, а время уже день. Ребята, у нас немножко поменялись планы. Мы сейчас приняли душ, оделись. Сходим покушать сначала на обед, потом с обеда будем идти в Басике, покупаемся немножечко. А потом уже нужно будет собираться, потому что мы поедем в город. Погнали хавать снова. Ты красивая. Спасибо. Ставь лайк, если тоже считаешь, что Вика красивая. Просто без лишних слов. Сядь, съешь скорей. Я не мог это не сказать, но Вика расхитительница гробниц. Показываю лоб. Два бананчика зеленых. Просто мне не доели и решили взять с собой. Почему бы и не съесть вечером, если будем голодны? Вон ворона сидит. Я удивлена, что здесь есть вороны. Ой, смотри, детская площадка, как у нас во дворе. Все, Вика поплыла. Представляете, на улице так жарко, что у меня камера пишет, что она перегрелась. Ого. Клево. Смотрите, какая красивая Кока-Кола. Да, кайфово. И виды классные. Хей, ребят, мы вернулись. У нас уже вечереет. И сейчас мы с Викой идем на ресепшн. Оттуда нас заберут и повезут шопиться. Вика попросила ее фотографировать вот здесь. Я, правда, пока что здесь вообще не вижу никакую локацию для фотосессии. Но Вика нашла. Ну, эти кактусы не очень фотогеничны, Вик. А вот эти? Ее уже пофоткали. Сейчас самое интересное. Из этих кактусов нужно как-то выбираться. Смотрите, то есть это еще легкие. Они прям жесткие, то есть. Да. И иглы вот такие. Я хотела сдвинуть, как-то выходила. Они вообще не двигаются абсолютно. Они очень жесткие. И вот эти штуки, вот пару раз об них откололись. А здесь еще колючки. Вот. Ну, этот, короче, слава богу, не колючий. И вот здесь колючки по бокам еще есть. Вообще. Лучше, короче, аккуратнее залезать. Ну, да. Снова в автобусе. Мы не очень любим такие автобусики, потому что от 10 часов ехали. И вот так. А так сейчас будет весело. Очень весело. Нам кит сказал, что мы будем гулять по городу. Мы вам так сказали. Но сейчас нам сказали другую информацию. Что мы едем в магазин турецких вещей покупать меха и кожные изделия. Тебе надо что-то турецкое. Да, там кожный магазин, потом будет сувенирный и магазин масел. Что-то надо из этого тебе, братишка? Нас двоих отправили на эту фигню. Больше никого нет. Короче, ребят, это полный прикол. Мы такие приходим, смотрим на меха, который... А, нам сразу сказали, что снимать нельзя. Вот, поэтому ничего не сняли. Вот так это место выглядит. Вот так это место выглядит. Это обычные шмотки, которые можно купить в любом магазине в России. Может быть... Да нет, такое же качество, там плюс-минус. Нам сказали, что здесь, типа, эксклюзив. Это не привозится в Украину, в Россию, там еще... И она такая, типа, осмотрит и говорит, вам не сказали, да, куда вы едете? Она же психанула. Она же психанула. Я говорю, да. Коралл Тревел? Вы самые лучшие. На каждом этапе у нас какой-то... Какой-то казус был. Нам надо купить зубную пасту и воду, потому что нам воду не приносят, не меняют, не убирают. У нас в отеле надо будет сейчас на ресепшене сказать, чтобы у нас убрались. И, в общем-то, будем, наверное, сами вызывать такси, искать и ехать в город, смотреть, потому что вот такая история странная. Все, нас привезли. Это было ржачно. Мы приехали, потратили час времени. Но этого стоило, в принципе, больше позитивных эмоций, то есть и опыт, бесценный опыт. Мы потратили только один час, а могли потратить деньги, так что... Ладно, как разу поняли. Разу поняли, что это пахнет, знаете... Там женщина была русская. Русская, она психанула, потому что ей тоже это не нравится, когда приезжают люди, которые такие, типа, не в курсах. У нас небольшой негатив к этому магазину, соответственно, у нее небольшой негатив к нам, потому что нам, как бы, ничего не надо, мы там сидим, выпендриваемся, что-то. Время ее тратим. Ее время тратим, да. И во всем этом виноват чувак, который всех нас обманул, получается. Пришла Вика, взяла стаканчики с соком. Как тебе такой вечер? Ну, вообще, в ресторане индийском было лучше. Да. Я думаю, что в такие дни, когда кушаем вот в общем месте, лучше проплачивать 40 долларов или сколько там, и даже 20, по-моему, долларов, и ходить в какой-нибудь итальянский или какой-то ресторан. Я вас где-то вижу. Может быть. Это нам? Да, нам крикнули, что нас где-то видели. Сегодня был необычный момент, мы сидели, кушали, перед нашим столом встала девочка напротив. Она долго сутряла. Я поднимаю глаза, смотрю на нее и улыбаюсь. Ну, думаю, я улыбнусь, и она подойдет, скажет привет. Да, то же самое у меня было. Я руку приподнял, махнул. Нет, Вика говорит, я смотрю на нее. Мы просто, она стоит, смотрит, в притыкную минуту 3. Я тоже такая на нее повернулась, смотрю ей в глаза. И вот так, наверное, ну, секунд 15 мы смотрели друг в другу в глаза. Но она ни слова не сказала. Я отвернулась, улыбнулась. И она все это время все равно стояла, смотрела, а потом ушла. Сейчас надо торговаться и послушать, как будет торговаться. Где? Все, пошли, маме. Арафаточки. Вика выбирает арафатку. Привет, отдам мне. О, давай, давай. Мама, мама, все хорошо. Хороший продавец сделал нам большую скидку. Спасибо, 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 спасибо. Это от глаза. Смотрите, от с глаза веки подарок подарили. Моё, макемофа. Спасибо. Моя, доставай. Моя, удачи, счастливая. Спасибо. Если надо подарки, сестра, либо дружку, либо... Хорошо, мы еще дойдем. Вот я думаю, если был бы такой подход у всех тут, ну, мы бы сами давали с удовольствием эти гребаные чаевые. Короче, я так поняла, надо прям торговаться. Да. Лайк поставил там? Лайк поставь. Там лайк поставь. Короче, ребят, мы решили прям закончить наш вложик. Ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на один делень. С вами была Вика. И Денис. Всем удачи, всем. Пока-пока, до завтра. Пока-пока. Завтра едем кататься на сафари, поэтому обязательно подпишитесь. Пока.